Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Начинаем выпуск с печальной вести. Не стало нашей коллеги Светланы Борисовны Шендрик-Переславцевой. Отличника телевидения, радиовещания СССР, заслуженного журналиста Карачаева-Черкесии, члена Союза писателей, профессионала с большой буквы. В 93-м году Светлана Борисовна стояла у истоков создания студии телевидения ГТРК Карачаева-Черкесия. До последнего дня она трудилась с большой отдачей. В ее творческом багаже десятки видеофильмов и телепрограмм о людях самых разных профессий, которые были отмечены высокими наградами на различных фестивалях и конкурсах. Теперь это золотой фонд ГТРК Карачаева-Черкесия. Светлана Шендрик, автор нескольких книг, она обладала безграничным творческим потенциалом и передавала свое мастерство молодым журналистам, коллегам по цеху. Светлане Борисовне Шендрик было 73 года. Коллектив ГТРК Карачаева-Черкесия выражает соболезнования родными и близким Светланы Борисовны. Слова соболезнования выразил и глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Светлана Борисовна стояла у истока становления и развития тележурналистики в республике. Ее работу жители региона видят ежедневно в эфире ГТРК Карачаева-Черкесия, где журналист продолжала творческую работу вместе с коллективом, которое она сплотила более 25 лет назад. Творчество Светланы Борисовны многогранна. Многие ее знают и как талантливого писателя. Светлая память о журналисте Светлане Шендрик Переславцевой навсегда останется в памяти родных, коллег и телезрителей, говорится в обращении. Ковид-госпиталь на базе Республиканской больницы, рассчитанный на 80 койко-мест, переведен в резерв сегодня. В разгар пандемии это лечебное учреждение поступали тяжелобольные, у которых помимо коронавируса были еще и другие заболевания, что значительно усложняло процесс лечения. В госпитале лечились пациента в основном сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшими инсульт, больные с сахарным диабетом. Им вначале проводили операции, лишь потом лечили от коронавирусной инфекции. В основном это люди старшего поколения, у которых болезнь протекала тяжелее. Со словами благодарности к медицинскому персоналу обратился министр здравоохранения Республики Казим Шаманов. Он отметил, что благодаря их беспрерывной работе многие жизни были спасены и что опыт, полученный врачами в разгар пандемии, поможет им в будущем. Я, дорогие коллеги, хочу сказать вам большое спасибо за ваш каждодневный тяжелый труд, связанный с риском здоровья и жизни. Сегодня, я надеюсь, мы закрываем госпиталь уже надолго. И, я думаю, Республиканская больница, в том числе и вы все, вернетесь к выполнению своих профессиональных обязанностей, которые вы обычно всегда выполняли. Очень большой труд был вложен в работу этого госпиталя. Плюс еще то, что вы обучались на портале непрерывного медицинского образования. И врачи, и медсестры, и младший медицинский персонал, все имеют сертификаты, все были допущены к работе. Это стоило достаточно больших усилий и вам, и нам. Поэтому хочется сегодня сказать большое спасибо. Очень хочется надеяться, что наш госпиталь будет резервным долгое время, а вообще хотелось бы, чтобы он вообще не понадобился больше. Не только наш госпиталь, но и все остальные госпитали. Будем на это надеяться. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 440 человек. Из них 17 989 выздоровели, 139 госпитализированы. В 2021 году, который в нашей республике был объявлен годом медицины, будет усилено внимание к развитию первичного медицинского звена. Уже этой весной в рамках нацпроекта здравоохранения откроется сразу 17 ФАПов. Каждый представляет собой современное комфортабельное здание, отвечающее всем необходимым требованиям. ФАПы будут открыты в аулах Карапага, Новохумаринский, Козыл-Юрт, Козын-Пакун, Селах, Даусус, Нижняя Ермоловка, Предгорная, Пхия, Рашкау, Холодно-Родниковская, Светлая, Хуторах, Новоисправненский, Ильич, Ершов, Евсеевский, поселках Мичуринский, Новый. Значение ФАПов для села сложно переоценить. Это место, где жители могут получить первую медицинскую помощь, консультацию и направление к врачу. Это особенно ценно для людей старшего возраста, когда от скорости полученной помощи зачастую зависит жизнь. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии осадки. Дождь, мокрый снег, местами сильный. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночи 0,5. В горах до 5 градусов мороза, а днём плюс 3, плюс 8. В Черкесске облачная дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночи плюс 2, плюс 4. Днём 5-7 градусов тепла. В жизни бывает так непросто встретить несокрушимого и непробиваемого человека-каменную стену. Человека-глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Это «Большие вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. Они на тротуарах, во дворах и даже на газонах. Транспорт, припаркованный не там, где это положено, стал самой настоящей проблемой в нескольких районах республиканской столицы. Целью оценить ситуацию, выработать предложения по её регулированию, специальная межведомственная комиссия, организованная мэрией и городским ГИБДД, провела объезд по адресам с наибольшим количеством жалоб на нарушение правил парковки. Ахмат Халкевичев подробнее. Создание специальной межведомственной комиссии инцидировал руководство городского отдела ГИБДД. В её составе представитель госавтоинспекции и дорожного надзора мэрии Черкеска. Цель – на месте оценить ситуацию и поиск путей по решению проблемы незаконных парковок автотранспорта в местах, не предназначенных для этого. Ежедневно мы получаем большое количество обращений граждан по нарушениям по парковке автотранспорта в местах, где не предназначено для этого. Больше всего любителей оставлять свой транспорт не там, где это положено, а там, где удобно, комиссия выявила на главной транспортной артерии республиканской столицы – по проспекту Ленина. Но и по другим адресам ситуация немногим лучше. Каждый случай индивидуален и подход к решению необходим соответственный, отметили участники комиссии. Проблему острой нехватки парковочных мест в городе признают и представители мэрии. Как поведал начальник отдела транспорта и безопасности дорожного движения мэрии Черкеска Мурат Курхов, городская администрация и впредь продолжит работу по увеличению зон для парковки. В приоритете будут территории, где имеются социально значимые объекты. Работа будет продолжаться преимущественно на тех участках автомобильных дорог, которые включены в список капитального ремонта. Центральные перегруженные улицы будут рассматриваться в первую очередь. В прошедшем году в республиканской столице были реконструированы более 10 улиц. Практически на всех территориях, где производился капитальный ремонт, были добавлены новые парковочные места. В общей сложности только за 2020 год в городе появились свыше 100 новых машиномест. Ахмад Халкищев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Самые успешные, самые лучшие в своем деле учителя будут соревноваться в педагогическом мастерстве. В четвертой школе Черкеска состоялся праздник, который стал началом открытия городского всероссийского конкурса «Учитель года-2021». Кто решил поделиться своим опытом и профессионализмом, а также когда будет объявлен его победитель, узнавала Альбина Ламкова. Перед конкурсом «Учитель года-2021» была организована праздничная программа. Среди гостей торжества и победитель предыдущего года – учитель физической культуры Михаил Кузнецов. Ну и, конечно же, главные виновники – конкурсанты. В этом году их 12 человек. Все они успешно прошли первый организационный этап в своих образовательных учреждениях. Большинство из них – педагоги начальных классов. Их у нас пять учителей. Ну и еще и предметники. На муниципальном этапе победитель определяется по четырем этапам. Это состязание лучших из лучших, отметила Хаджата Гирбова. Среди конкурсантов есть и те, кто неоднократно принимает участие в конкурсе. Ровно 10 лет назад у Ольги Жугиной была попытка проявить себя. В то время она была молодым специалистом. Сейчас же за плечами многолетний опыт в педагогике. Ольга Сергеевна работает 20 лет в 13-й гимназии. Преподает физику. Она говорит, что на этот раз у нее будет возможность не только позаимствовать навыки коллег, но и поделиться своими. Физика – сложный предмет. И, конечно, это первое, что вспоминают люди, когда говорят о физике. Но, с другой стороны, это очень яркий предмет. Он очень захватывающий, он интересный. Поощрение и поддержка талантливых людей – основная цель конкурса. Повышение статуса преподавателя является важной задачей. Всех его участников объединяет трудолюбие, стремление повысить свой опыт, верность избранной профессии, ну и, конечно, любовь к детям. Они тоже пришли поддержать конкурсантов. Вы уже в финале, а впереди еще немало лет, чтобы оплатилась жизнь, о чем мечтали. Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2021» стартовал. Теперь педагогам предстоит показать знания в своем предмете, продемонстрировать наработанные умения и навыки в его преподавании. В результате будут определены лучшие. А имя победителя будет объявлено уже 25 марта. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Кисловодский цирк вновь распахнул свои двери для зрителей. Ровно год назад на арене состоялась премьера московского цирка Никулина «Планета-13» со всемирно известными укротителями тигров Карина и Артура Багдасаровых. Но пандемия внесла свои коррективы в гастроли цирка. В течение года артисты проводили репетиции, дрессировали тигров и готовили новые номера. И вот настал радостный день встречи зрителей со звездным составом цирка Никулина из Кисловодска. Репортаж Светланы Шагановой. Премьера, как говорится, прошла с размахом. Театр начинается с вешалки, а вот цирк начался не с клоунов, а с запаха блинов и веселья. Зарядившись положительными эмоциями, зрители направились на главное шоу «Планета-13», на которой живут укротители тигров Карина и Артур Багдасаровы, акробаты, гимнасты, жонглеры, иллюзионисты, клоуны и, конечно, тигры. Но пока усатые и полосатые готовятся выйти на арену, зрители увидят лучшие разножанровые номера цветного бульвара, призеров многих международных конкурсов. В цирке Никулина представлены редкие цирковые жанры. Акробаты на джоли-джамперах – это специальные пружинящие ходули. Своей нежностью и красотой поразила воздушная гимнастка Алена Цветкова и ее номер-платье. Виртуозный жонглер. Его руки словно магнитом притягивают множество мечей. А вот и забавные клоуны. Хоть на первый взгляд и неуклюжие, но очень гибкие и веселые. И маленькие зрители от них в восторге. Манеж обтянут сеткой, и прямо сейчас на арену выйдут главные артисты цирка. Хищные кошки один на один, лицом к лицу, встретятся со своими отважными дрессировщиками. Бесстрашные укротители тигров Карина и Артур Багдасаровой уже в манеже. Пульс становится все чаще, и сердце бьется в такт с тиграми. Четырехлапые год не выступали. А четыре тигра сегодня впервые предстанут перед зрителями. Им исполнилось два года. И теперь они могут выступать рядом с уже полосатыми звездами. Для них это была такая дикость просто, что вот какие-то зрители сидят, шарики светятся. И все вот это вот, ну отработали они все на ура. Рычание и острые клыки. Но одним взглядом, взмахом руки, тигры повинуются своим укротителям. За год пандемии тигры научились выполнять новые трюки. В аттракционе появилась новая пирамида и самый опасный трюк – окружение. Окружение – это наш авторский трюк. Его не делает никто у нас в России. Потому что поворачиваться спиной к тиграм – это вообще неправильно. И вот когда ты стоишь в этом колечке, у тебя просто нет отхода ни вперед, ни назад, никуда. Если хотят тебя попробовать, они попробуют. Но вопреки всем правилам, Артур Багдасара выполняет свой сложный трюк. Ведь укротители – самые отважные и смелые. Впрочем, как и тигры, и никакой огонь им не страшен. Хрупкая, но бесстрашная укротительница Карина Багдасарова удивила сегодня кошечек своим внешним видом. Сегодня я пришла с распущенными волосами, в длинной юбке. Конечно, они от этого тоже были в шоке. Хоть я их приучала к этому, ко всему. Но все равно, как обычная девочка, конечно же, я боюсь. Но я умею этим страхом управлять, я его адресировала. Динамичная музыка, захватывающие мизансцены. В какой-то момент испытываешь страх и тут же улыбаешься. Самому взрослому сейчас, 18 лет, его зовут Гектор. Тот, который самый грозный, самый громко рычащий тигр. На человеческую мерку где-то 75 лет. Уже когда более взрослый тигр, ему когда тяжело делать какие-то трюки, просто молодой заменяет его по трюковой части, а он для массовки выходит просто, чтобы лежал и орал громко. Мощный заряд адреналина получен. Овации и браво от зрителей. После долгой разлуки радостная встреча. Спасибо вам и всем артистам вашей программы за высокое искусство. Планета 13 – это не просто диаметр манежа. Это маленькое пространство для больших артистов, которые покоряют мир своим искусством. Карина и Артур Багдасаровы благодарны всем жителям Кисловодска за поддержку. И в целом наш благодатный край стал для них уже родным. Впереди школьные каникулы и прекрасная возможность побывать на грандиозном шоу Багдасаровых «Планета 13». Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Кисловодск. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас смотрите продолжение остросюжетного сериала «Небеса подождут». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова